Бангкок устоял. Столица Таиланда, защищенная от самых мощных наводнений в стране за последние полвека, целой системой дамб и рвов из мешков с песком избежала катастрофы. Деловой и административный центр города практически не пострадал. И даже в затопленных западных и северных пригородах Бангкока жизнь продолжается. Пусть и не без труда, но почтальоны даже заставляют здесь свежую корреспонденцию. Конечно, сейчас работать непросто. Обычно я прохожу свой маршрут довольно быстро, но сейчас приходится двигаться осторожно. Честно говоря, я бы сюда даже и не совался. Но людям же нужны письма и газеты. Спасение центра Бангкока, если вода в реке Чаупхрая действительно схлынет сегодня, как ожидалось, станет важной победой для премьер-министра Янг Лак Чу Нават, делающей свои первые шаги в политике. Столица обеспечивает 41% ВВП Таиланда, и власти страны обещали потратить более 20 миллиардов в пересчете на евро на восстановление разрушенных инфраструктур, предотвращение дальнейших паводков и помощь промышленным предприятиям. Банк Таиланда уже срезал практически наполовину прогноз экономического роста на этот год до 2,6%, а простой заводов по производству запчастей и комплектующих для автомобилей и компьютеров может ударить по компаниям во всем мире, как это уже произошло после весеннего землетрясения в Японии.